Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео буду спасать полинявшие вещи. Есть у меня халат, есть полотенце, которое я неверно постирала. Постирала с красной вещью, которая дала окраску. И теперь у меня эти вещи либо выбросить, либо спасти. В видео я вам расскажу о двух способах. Один способ будет для меня новинкой, буду тестировать его впервые. А второй способ уже проверен и мною многие-многие годы. Он действительно работает, помогает вернуть полинявшим вещам первоначальный цвет. Поэтому надеюсь, что видео окажется для вас полезным. Всем желаю приятного просмотра! Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Дзен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. Значит, давайте покажу, что я буду сегодня стирать. Вот такой вот халат. Как видите, он весь розовый. Изначально вот эти полосочки были беленькие. И вторая вещь – это полотенце. Полотенце у меня не белое, у него нежно-салатовый оттенок. Но после стирки оно стало вот таким вот розово-сиреневым. Первый способ, как я уже сказала, буду пробовать впервые. Для этого беру таз, наливаю в него немного горячей воды. Здесь у меня примерно 2 литра. И в воду добавляю 5 пакетиков разрыхлителя. Вот у меня 5 пакетиков по 10 грамм. И полотенце опускаю в этот раствор. Я, кстати, друзья, для лучшего взаимодействия решила сверху еще таз укрыть пищевой пленкой. И теперь оставляю полотенце в растворе на 2 часа. И второй способ, которым я пользуюсь уже многие-многие годы – это спасение полинявшей вещи при помощи отбеливателя БОСС. Это и отбеливатель, и пятновый водитель 2 в 1. Кстати, БОСС теперь появился в жидком виде. Купила я его в магазине Магнит. Мне кажется, очень удобно. Либо, если не БОСС, то пятновый водитель Ваниш. Я перепробовала много отбеливателей, пятновый водителей, но результат хороший дают только БОСС и Ваниш. Лучше всего результат дает БОСС. Именно с ним я сегодня и буду отстирывать халат, потому что у меня очень сложный образец. Поэтому беру таз с горячей водой. Не кипяток, но вода очень горячая. И добавляю в нее достаточно много отбеливателя БОСС. Где-то примерно, может быть, стакан, может быть, чуть меньше, чтобы концентрация была сильная. И опускаю в этот раствор халат. И оставляю точно так же на 2 часа. Можно оставить больше. После БОССа вещи не теряют свой цвет. То есть вещь не станет более бледной. Поэтому можно оставить на дольшее время. Вот смотрите. Сразу же вода становится розовой. То есть БОСС шикарно удаляет ненужную краску с вещей. Все. Оставляю на 2 часа. И затем уже смотрим, какой способ работает лучше. Прошло около 3 часов. И давайте будем смотреть результат. Первый способ у нас был с отрыхлителем. Поэтому снимаю пищевую пленку с тазика. И посмотрим, насколько у нас удалилась ненужная краска. Вода стала розовой. Но если сравнить второй способ, где я замачивала вещь в БОССе, мы видим, что здесь краска отошла от вещи лучше. То есть вода более яркая, более розовая. Вещи стирать буду отдельно друг от друга. Халат я буду стирать в обычном режиме с отбеливателем БОСС. Это обязательное условие этого способа. То есть сначала нужно в горячей-горячей воде замочить на несколько часов в отбеливателе БОСС. А затем с ним же постирать. Температура может быть любая. Это зависит от ткани. И 40, и 60. То есть БОСС начинает работать при 30 градусах. Поэтому в принципе можно и при 30 и выше температуре стирать. Полотенце, как я уже сказала, постираю отдельно. Буду стирать в обычном режиме. Обычный режим это у меня 40 градусов. И порошок у меня сейчас ушастый нянь. Поэтому с ушастым нянем постираю вот это полотенчико. Друзья, белье я постирала. И смотрите, что у меня получилось. Начну я, наверное, с халата, который я стирала своим проверенным способом. Смотрите, как он хорошо отстирался. Если вы помните, халат был похож на тряпку. Такую вот застиранную, розовую. Сейчас же, смотрите, полоски стали белые. Кое-где они, конечно, остались розовые. Вот в этом месте розовое пятно осталось. Здесь тоже розовое пятно осталось. Отстиралось не 100% до конца, но 90% краски смылось. Значит, сейчас покажу вам полностью халат. Вот, видите, полоски белые. Кое-где розовые оттенки, конечно же, остались. Потому что халат был полностью закрашен красной краской. И с первого раза ее не отстирать. Нужно будет повторить процедуру еще, я думаю, один раз. И будет достаточно. Смотрите также вот эти вот собачки. То есть основной цвет халата, он не стал бледнее, он не выцвел, он не изменился. То есть халат, каким был цветом, таким и остался. С него смылась только ненужная розовая краска. И теперь результат способа с крахмалом. Как видите, полотенце не отстиралось, оно не выглядит чистым, не выглядит свежим. Вся краска розовая до конца не удалилась. Поэтому я считаю, что способ с крахмалом не работает. А вот способ с боссом 100% работает. На этом, друзья, у меня сегодня все. Надеюсь, что мой совет окажется для вас полезным. Пишите свои комментарии, дополняйте меня. Может быть, вы знаете еще лучший способ. Я буду этому очень рада, с удовольствием протестирую этот способ на своем канале. Поэтому пишите, дополняйте меня, задавайте вопросы. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока.